Общие закономерности причины возникновения государства и права. Так, ну что, вопрос, как всегда в теоретических науках, дискуссионный. Некоторые ученые говорят, что такие это причины, некоторые ученые выделяют такие причины. И на самом деле понятно, почему он дискуссионный и понятно, почему он сложный. Потому что какой-то объективный фактологический материал, если он и есть, его довольно-таки мало. Ну и, во-первых, мало, во-вторых, встают вопросы о его истинности, достоверности, внутреннего содержания. Поэтому, да, не все так просто с этим вопросом. Тем не менее, выделяют два основных подхода. Вот две основных причины. Как-то такие вот две большие группы. Первая – это экономический фактор. А вторая – это эволюционная теория. Вот мы сейчас с вами сначала рассмотрим общие закономерности в рамках экономического фактора. А экономический фактор – это какой? Это общественное разделение труда. То есть в основу причины, общей причины происхождения государства, в рамках этого подхода ставится общественное разделение труда. Когда мы говорили о первобытном обществе, на ранних стадиях первобытного общества господствовала присваивающая экономика. Что это значит? Охота, собирательство, да, ягоды, грибы, рыбалка. Но когда мы перешли… Да, да, а дальше нет. Но мы переходим уже к производящей экономике. То есть это, конечно, более высокий уровень. И как мы пришли к производящей экономике, и как это повлияло на общественное разделение труда, и в итоге на образование государства. Мы сейчас с вами нарисуем для себя такую цепочку, к которой мы потом будем не один раз возвращаться. По следующим вопросам мы будем ее проговаривать. Ну, и так. Сначала отделились виды деятельности. Первоначалом выделяется так. Когда появилось… Было сначала скотоводство, и потом от скотоводства отделилось земледелие. Потом от земледелия отделилось ремесло. Потом от ремесла уже… Потом от этого всего процесса отделения, да, разделения труда, у нас уже обосабливается специальная группа людей, которая занимается обменом, обменом товаров. Ну, условно назовем их купцей. Обменом товаров. Что привело? Вот это вот разделение труда к чему в итоге привело? А теперь вот та самая цепочка, которая нам будет еще встречаться. Итак, разделение труда привело к совершенствованию орудий труда. Понятно, да? Занимаясь какой-то конкретной деятельностью, мы в итоге совершенствуем орудия нашей этой конкретной узкой деятельности. Итак, совершенствование орудий труда в итоге привело к росту производительности труда. Закономерный экономический фактор. Рост производительности труда. Рост производительности труда приводит к появлению избыточного продукта. Что такое избыточный продукт? Первоначально община вырабатывала или присваивала, или вырабатывала ровно столько, сколько нужно было для удовлетворения текущих потребностей общины. Съесть здесь и сейчас, грубо говоря, насытиться в данный момент. Но появляется избыточный продукт. То есть тот продукт, который в принципе все сыты, а мясо еще осталось, это избыточный продукт. Или у всей общины уже есть обувь и одежда, грубо говоря, а вот еще есть, а еще осталось. То есть тот самый избыточный продукт. И вот появление избыточного продукта приводит в конце концов к появлению частной собственности. К этому краевольному камню экономики. Приводит к появлению частной собственности. И дальше мы эту закономерность развиваем. Появление частной собственности логически приводит к появлению классов бедных и богатых. А если мы вспомним наши нононормы, если мы вспомним их первую характеристику, самую первую, какая у них характеристика, они направлены на регулирование интересов всего общества. То есть равных по существу людей, да? Нормы эти регулируют отношения между равными людьми. А здесь появляются бедные и богатые. То есть уже устарели-то нормы. Отношения уже фактически поменялись. А норма старая. Происходит устаревание норм. Ну, и в итоге нужно как-то эту частную собственность защищать. И вот в рамках классического марксистского подхода в итоге появляется класс имущих людей, и там менее имущих людей, и имущие люди, да, они начинают вырабатывать методы защиты своей собственности, своей частной собственности. И в итоге появление частной собственности, переход от присваивающей экономики к производящей экономике, и вся эта логическая цепочка привела к образованию государства. Это вот общая причина, которая, экономическая причина, которая вырабатывается в рамках данного экономического подхода к образованию государства. Ну, здесь понятно, да, она вот такая стройная логически. Хотя ее критикуют, особенно вот после распада Советского Союза, там смены идеологии ее очень сильно критикуют, но тем не менее вот она такая представляется логически стройной. Общая причина. Есть еще другой подход к выявлению общих причин, он называется эволюционной. Эволюционная теория. Здесь речь идет вот о чем. Если в первом случае в основу ставятся экономические причины, то здесь немного другого плана, ну такие, например. Общество постепенно переходит к... И, кстати, тоже этот не лишен смысла, эволюционная теория, она тоже имеет свое существенное такое значение. Смысл вот в чем. Когда вы изучали происхождение государства, вы помните теорию насилия. Да? Одна из таких основных теорий. Так вот, собственно, истоки здесь, вот этой вот эволюционной теории, они говорят о том, что переход первобытного общества к государству под влиянием военной демократии. Либо захвата войной, ну как базовая причина, либо военная демократия. А военная демократия это что? Когда общество начинает активно воевать по тем или иным причинам, по причинам обороны или по захватническим причинам, когда в итоге война становится основным родом ее деятельности, в обществе постепенно появляется постоянный класс военных людей. Вот это, ну допустим, военачальник и его дружина. И именно война, ну грубо говоря война, да, захват насилия становится их, ну как бы это сказать, средством. То есть они вот именно этим занимаются. И когда в какой-то момент в их руках сосредоточивается постоянная сила, соответственно у них больше возможностей захватить власть и постепенно выделиться от всех остальных. И путем использования своей власти они, ну и дальше все по цепочке. Частная собственность, да, они больше захватили, больше присвоили, а потом это нужно защищать, то есть и далее и тому подобное. Но это вот такой эволюционный подход, эволюционная теория. Третья причина, третий подход, который выявляется в качестве общих закономерностей происхождения государства, это восточный путь, так называемый азиатский способ производства. Азиатский способ производства. Он говорит о том, что существенное значение для образования многих государств, древних государств, ну это действительно так, оказало географическое положение. То есть необходимость строительства крупных гидросооружений, да, их ирригационных сооружений, ирригационных сооружений и их эксплуатации. Ну, например, мы вспомним древний Египет, да, который, Египет это Нил. Нужно было строить ирригационные сооружения и, собственно, орошать поля и жить от того, что нам давала вода. И вот, чтобы этот сложный и трудоемкий процесс организовать, нужно было задействовать все силы. Нужна была какая-то централизованная власть. Вот эта централизованная. Централизация власти для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность общины, она в итоге приводила к тому, что эта власть постепенно отделялась от тех, кто, чьими силами непосредственно обеспечивалось строительство этих ирригационных сооружений, строительство и эксплуатация. Ну и дальше так же и по списку. Да, власть, имущество больше, нужно защищать, нужно ее поддерживать и так далее. То есть вот такой восточный путь. Все эти три причины имеют право на существование. Насколько они 100% подходят ко всем, это, конечно, вопрос спорный. Ну, например, по восточному азиатскому пути он подходит многим государствам, которые образовались вблизи рек, хотя все древние государства образовались на больших реках так или иначе. По экономическому пути большинство ученых придерживается, что да, действительно имело место быть, но так же не все соглашаются. Ну и по эволюционной теории тоже очень много доказательств в истории, вот очень смежно с теорией насилия и происхождения государства. Вот выделяют такие общие закономерности. Теперь давайте мы подытожим с вами и назовем общие причины возникновения государства, вот исходя из того, что мы с вами проговорили, ну, кратенько, так их резюмируем, сделаем выводы. Первая причина возникновения государства, ну, как общая, экономическая, переход от присваивающей экономики к производительной экономике, экономическая. Вторая причина – это социальный фактор. А социальный фактор тут еще какой? Если вы помните, вот из истории, изначально в первобытном обществе были полигамные отношения, да, потом они постепенно сменяются моногамными, появляется семья. Семья как самостоятельный субъект производственных отношений. С появлением семьи структура социальной организации населения усложняется. И это тоже считается одной из причин. То есть вот такой социальный фактор. Одна из причин возникновения государства. Следующая причина – это политическая. Она тоже во всех абсолютно трех базовых основаниях. Политическая причина – это означает, что выделение института публичной власти и силовых структур для ее поддержания. Тоже понятно. Ну, четвертый – географический. В данном случае мы не будем его объяснять необходимостью строительства ирригационных сооружений, а мы объясним его сменой кочевого образа жизни на оседлы и в результате закрепления общества на определенной территории. И вот эти вот раз, два, три, четыре причины, они уже присущи практически всем государствам, как причины возникновения всех государств. То есть их совокупность – экономический, социальный, политический и географический. Оседлый образ жизни, да, и мы постепенно перейдем к признаку государства – территория.